За долгую зиму крыша землянки покрылась толстым слоем снега, а в некоторых местах плотной коркой льда. Чтобы крыша быстро просохла и в тамбур не попала талая вода, снег со льдом перед их таянием лучше убрать. Копает вся команда. В работе используется небольшая лавинная лопата и несколько быстрых и рыжих лап. Снег стараемся сбрасывать ниже по склону, чтобы вода стекала вниз, минуя землянку. На этом склоне скопилось особенно много снега. Сейчас он рыхлый и тяжелый. Если его не убрать, территория вокруг землянки будет долго сохнуть, а грязь останется до жары. Водоотводной канал должен быть хорошо очищен и готов к работе. От правильности его устройства зависит то, как землянка переживет весну. Самое сложное время для таких лесных жилищ. Несколько сантиметров слежавшегося снега на крыше уберем позже, когда этот слой начнет подтаивать. Сейчас есть риск повредить целостность зеленого ковра из мха, который устилает всю ее поверхность. В дом под землей может попасть любой путник. Внешних замков на дверях нет, но в целях безопасности мы решили поставить дверной засов на тамбурную дверь. Совсем недавно ночью эта дверь открылась и резко закрылась, разбудив нас и оставив множество вопросов о случившемся. Порыв ветра или счета ночное любопытство лишили нас сна на некоторое время. Избежать таких ночных происшествий поможет эта задвижка на дверь. И теперь на время сна, в зависимости от температуры внутри, мы можем запирать тамбурную либо входную дверь в землянку. В остальное время двери открыты. Засов упирается в горизонтальную доску, расположенную наверху левой стены тамбура. Надежно держит дверь, легко закрывается и также просто открывается. А старый светодиодный фонарик сделает закрытый тамбур значительно светлее. Пара саморезов, три заряженных аккумулятора и фонарь отправляются на службу. Заходить внутрь теперь светло и удобно. В очищенном от снега водоотводном канале бесстрашный рыжий зверь ведет скрытое наблюдение за всем периметром лагеря. Зайти на огонек и погреться в землянку может каждый, кто найдет туда дорогу. Все тропы пока еще видны. И наша рыжая паспарту сегодня покажет их. Главная тропа, по которой мы добираемся сюда. Техника, ноги, лыжи и снегоступы. Здесь мы оставили след всем, чем можно. Развилка налево ведет к небольшому лесному озерцу, где часто пьют воду лоси. Когда пересыхает ручей, именно отсюда мы берем воду для питьевых и гигиенических нужд. Зимой здесь толстый слой льда. И сюда мы приходим редко. Два или три раза за зиму. Здесь мы брали лед и топили его на воду для чая и похлебки. Все получается настолько вкусным, что несколько раз в порыве голода или жажды посуду ставили прямиком с печи на стол. Несколько раз так делали и наши гости. С тех пор внутри дома появились деревянные подставки под посуду с печи. И теперь следов на столе не остается. Это финальная шлифовка стола. Массив упавший много лет назад елки поеден караедами. И в некоторых местах древесина превратилась в труху. Тем не менее, эта откидная столешница показала себя очень удобной в использовании. Да и смотрится весьма опрятно без полукруглых черных контуров от горячей посуды. После покрытия пропиткой она будет как новая. И именно в таком состоянии мы будем поддерживать ее. Ну а готовим мы не только на печи. Ранее уже рассказывали о двух вариантах приготовления пищи на пнях. Запекали мясо внутри пня, используя его как лесную примитивную духовку. И томили мясной рулет в углях на срезе пня, когда вокруг был высокий снег. Это третий вариант его использования в качестве конфорки с узконаправленным мощным жаром. Два сквозных вертикальных пропила крестом и пень можно ставить на угли от костра. Через 10-15 минут, когда огонь дойдет до верха отверстия, конфорка заработает. Сварить кофе или приготовить другое питье теперь в разы быстрее, чем на печи. И значительно удобнее, чем на обычном костре. Дася же часто обходится и без горячего питья. В этом сезоне, благодаря такой простой игре в снежки, рыжий зверь узнал то, чем можно запросто утолить жажду. Теперь в дороге Дася, как настоящая таежница, утоляет жажду снегом. А в доме под землей пьет чистую воду из любимой миски. Но пока в землянке не отдохнуть и не расслабиться. Слишком шумно и пыльно. Это последняя стена, которую мы очищаем от серого налета времени и влаги. Шлифовальный круг с диаметром в 125 мм и зернистостью в 150 мм уверенно справляются с задачей. На шлифовку двух бревен уходит по одному шлифовальному кругу. А результат виден сразу. Полоса за полосой древесина приобретает свежий, естественный оттенок. Медленно, но верно, мы близимся к финалу стройки. Под лучами весеннего и теплого солнца на входе в дом неустанно ведет наблюдение Дася. Хоть глаза и закрываются после сытного обеда гречкой с мясом. Пришло время отобедать и нам. Этот чугунный казан мы привезли сюда и будем часто его использовать для приготовления пищи на огне. В том числе и сегодня. Сейчас его можно ставить прямо на пень. Огонь выжег отверстие не идеально круглой формы. И вентиляция свежего воздуха внутри не прекращается. Для начала обжариваем мясо до появления характерной корочки. Рыжий зверь тут же переключает свое внимание на охрану казана. Внутри него должно быть много свежих и сочных овощей. Мы используем целый красный перец, половину баклажана и полторы луковицы. Лук шинковать мелко не нужно. Следующий ингредиент – несколько нашинкованных томатов. Скоро все овощи начнут отдавать свой сок и мясо будет томиться в бурлящем, напитанном специями овощном бульоне. В этом главная задумка блюда – получить густую похлебку на овощах и мясе без использования воды. Спустя 10 минут бульона становится значительно больше, как и ароматов, которые густо висят в округе, вкусно сочетаясь с запахом дымка и весеннего воздуха. Проба показала – все готово и можно приступать к трапезе. Обязательно добавляем свежую зелень, петрушку, укроп и лук. Чем ее больше, тем лучше. Бульону можно дать остыть и настояться с десяток минут, а вот мясо с овощами забираем сразу. Сочное, простое и невероятно вкусное блюдо готово. Сегодня оно для нас идет и первым, и вторым. Огня внутри пня нет, зато есть отличная температура и медленное тление. Идеальная лесная духовка для вертикального запекания мяса или рыбы. Да и готовить в казане на такой конфорке – одно удовольствие. Пища не пригорает, а умеренный жар дает ей возможность готовиться равномерно. Досталось пару кусков мяса и даси. Теперь она ведет нешуточную борьбу со сном. Набитая едой шерстяное брюшко, прохладный снег и яркое греющее солнце. В таких условиях бодрствовать сможет не каждый. А в этом определенно есть смысл. Ведь примерно в 300 метрах от лагеря мы обнаружили цепь огромных следов. Скорее всего, следы оставил самец рыси. В том году рыси дважды попадались в наши фотоловушки. Весной у них наступает период спаривания. И встреча сейчас с этой грациозной сильной кошкой может обернуться действительно драматической историей. Но дым в лагере и механический шум от инструмента точно не станут причиной любопытства для зверя. Поэтому мы спокойно, но не без периодического поглядывания на лагерь, продолжаем работы внутри дома. Позади 5 часов шлифовки и несколько посаженных аккумуляторов на 5 мАч. Круг может добраться не до каждого угла и паза. Поэтому в некоторых местах сирость останется. Шлифовка длилась до последнего посаженного аккумулятора. И наконец, стена преобразилась. Теперь стены выглядят так, словно их сложили только что из свежей древесины. Натуральный оттенок очень радует глаз. И делает внутреннее, небольшое пространство землянки особенно уютным. Кроме того, светлые и гладкие поверхности значительно лучше отражают свет, чем темные и шероховатые. Поэтому в доме стало еще светлее. Одного окна в крыше хватает, чтобы каждый угол землянки был хорошо освещен и отлично просматривался. А пропитка для древесины на акриловой основе закрепит результат работ и продлит эффект на долгое время. Не осталась без внимания и откидная столешница. Нужно только подождать несколько часов, когда все высохнет. И можно накрывать на стол. Так мы поставили точку в шлифовальных работах и пропитке бревен в землянке. Остатки пропитки идут на тамбур, который преобразился и сменил глиняные стены на еловую доску. А глиняные ступени на каменные. Опрятный по лесному нарядный вход в дом под землей, в котором есть все, что нужно. Освещение, вешалки, дверной засов, надежные стены и ровные большие ступени. Не хватает только полок, но им здесь не место. Иначе вход получится травмоопасный из-за его небольшой ширины. Зато в лагере полезных поверхностей можно сделать столько, сколько нужно. Эта подвесная полка делается за несколько минут без какого-либо инструмента. Нужен только шнур и доска. Двойной шнур вяжется простым узлом. И в его петли по краям вставляется будущая полка. Чем тяжелее доска, тем она устойчивее. А это значит, что на ней можно расположить еще больше посуды, провизии и другого снаряжения. Единственный минус такой полки только в том, что про нее нужно помнить. Особенно ночью, ведь если в темноте ее случайно задеть, все может запросто оказаться на земле. А в остальном одни плюсы. Эти полки моментально собираются в любом удобном месте на нужной высоте. Было бы рядом растущее дерево. Однако нужные деревья не всегда есть рядом. На север от землянки тянется тропа к поваленному дереву, где мы бываем всякий раз, когда посещаем землянку. Узкая и хорошо вытоптанная она сначала приводит на поле, по весне его затапливает, а летом здесь настоящие разнотравья. Растет иван-чай, немного зверобоя, а по краям пышными кустами растет дикая лесная малина. Через 100 метров другая поляна. Здесь мы распускаем елку на доски. Заготавливаем еловые чурбаки и делаем заготовки под лесную мебель. С пустыми руками отсюда никогда не уходим. В этот раз в лагерь доставляется костровой столик на одной ноге. Об установке таких столов мы рассказывали в одном из наших видео о простых советах для леса. Нужно только подождать, чтобы земля оттаяла, и тогда острую ногу можно глубоко засадить в грунт, и стол приобретет устойчивость. А пока ровняю его поверхность трубанком, чтобы исключить возможность получения занозы. Но чтобы его облегчить, перед монтажом в оттаивший грунт, мы спилим его нижнюю полукруглую часть. И у каменного очага наряду с полкой появится вполне функциональный столик на уровне 30-40 сантиметров. Прошло 4 часа после приготовления овощной похлебки с мясом, и пень все еще работает. Без дров он просто тлеет, а с ними его стенки быстро выжигаются, и пламенем занимается он сам. Но до вечернего костра еще есть немного светлого времени. Завершаем работу с дверью. Из-за сплошного оборачивания двери тентом, влага и конденсат, попадавшие под тент, превращались в наледь. Дверь становилась тяжелее. Пришлось снять тент и полностью все просушить. Теперь тент ставим только по внешней стороне двери. С выносом юбки примерно на 3-4 сантиметра. Подсвет керосиновой лампы завершается строгание столешницы. Пока она будет установлена на еловом чурбаке, совсем рядом с каменным очагом. В процессе строительства землянки мы почти не уделяли внимания обустройству лагеря. И сегодня восполнили этот пробел сполна. Полка, столик, да принесенная несколько дней назад скамья, дают возможность провести время у костерка весьма комфортно. Ну а после костра нет ничего лучше, чем спуститься в землянку и заснуть крепким здоровым сном. Рассеянный свет внутри позволяет это сделать моментально. Отныне на ночь дверь будет закрываться на засов. Любые попытки ее открыть ночью разбудят нас и встреча с возможным ночным гостем не будет внезапной и неожиданной. Верхнюю одежду уже оставляем в тамбуре. Здесь так же сухо, как в землянке. Да и хранить тут ее удобнее, чем за второй дверью. Наступает ночь, но спят не все. Зайцы ведут ночной образ жизни. В это время они активно передвигаются, кормятся и могут пробежать до 10 километров за ночь. А на день устраиваются на лежку в укромном месте. Плюс 1 градус тепла. В лесу начинают петь первые птицы. Весна все сильнее и крепче берет свое. Зимой это место занесено снегом и совершенно не выделяется на фоне общего ландшафта. Зато уже через несколько недель здесь побежит сильный и быстрый ручей. Этот ручей находится примерно в 15 метрах от лагеря. И сюда в бесснежный период мы приходим за водой. Отсюда брали камни для печки каменки и для первого каменного очага под костер. Все, что идет до этого ручья, Даси считает территорией нашего лагеря. И периодически пробегает туда и обратно. Солнце наполняет лес живыми красками и особой красотой. Мы же решили наполнить красотой наш дом под землей. Медведь на одуванчиковом поле – картина, которая нравится нам много лет. Безмятежный и сильный зверь как будто смотрит прямо в душу. А эта зеленая красавица – мечта любого рыбака. Простые картины радуют глаз и вдохновляют. А эта чугунная статуэтка лося была изготовлена в 60-х годах прошлого века. Она проделала долгий путь и сегодня, наконец, нашла свой дом. Еще сидя в балагане и планируя проект, мы поставили себе две задачи. Построить настоящую крепкую и теплую землянку так, как это делали наши предки много лет назад. И максимально подробно осветить весь процесс. Показать все от начала и до конца. Сегодня дом под землей построен. И мы считаем, что обе задачи выполнены. Исключением из правил строительства стало лишь окно в крыше, которое совершенно меняет представление о землянках, как о темных и малоуютных жилищах. Землянка прошла испытание морозом в минус 37 градусов и жаром выше 100 градусов. В ней мы провели более 30 ночевок. И с уверенностью можем сказать, что это самое теплое и уютное жилье для зимы. А шумоизоляция под землей на высшем уровне. Откидные кровати столешницы делают пространство эргономичным и увеличивают полезную площадь дома под землей. Пусть и небольшой, но это настоящий дом, в котором уютно и в который хочется возвращаться вновь и вновь. Чугунная печка долго держит тепло и потребляет для отопления совсем немного дров. Скромное убранство и необходимый минимум удобств. А большего здесь и не нужно. В горах снег еще не сошел. И мы отправляемся на весенний обход наших лесных жилищ. Обилие снега, который растает только к началу лета, дает возможность передвигаться не только на снегоступах, но и использовать более быстрое снаряжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каменный дом в полном порядке. Зимой здесь никого не было, кроме нас. Следующий на очереди дом на дереве. Выстоял ли он, мы узнаем очень скоро. Не пропустите. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин